В рамках фестиваля хлеба в фойе дворца открылась небольшая выставка фурмановской мастерицы Натальи Хадаевой под названием «Мастерство добрых рук». Действительно, только добрые руки могут сотворить такую красоту, которую красит дом, внеся уют и покой. Наталья Альбертовна ещё в детстве шила куклам одежду, затем рисовала, выжигала под деревом, даже вела кружок для детей по выжиганию. Пять лет назад она увлеклась лоскутным шитьём, нашла в Иванове клуб, объединяющий таких же рукодельниц. Многому там научилась. Сейчас работа участниц клуба находится на разных выставках декоративно-прикладного творчества в областном доме национальностей, а также в самой столице. Тут будем отмечать юбилей клуба. Я думаю, что пока я могу что-то делать, я буду делать, творить. То есть, ну, это красиво, это добро, это тепло, то есть подарки. Вот те же вот, 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 вот такие вот прихваточки. Очень красивые. То есть, я постоянно их вот не каждый день, но что-то сошью. Используются ткани отечественных производителей, то есть, тейковские, шуйские, ивановские. Техники разные. Просто лоскуток, который вот... Это вот вообще старинные тканюшки. Это вот я порезала, самое моё начало, что-то от бабушки осталось, и я его воплотила вот в такое именно вот небольшое. И села на стене. Вот это тоже ткани ивановские все. Называется ивановский калейдоскоп. Это на наш фурмановский праздник делала. Надо было метр на метр панно. То есть, поторопилась. Ну, вот так потихоньку. В начале октября в Иванове проходил Всероссийский экофестиваль лоскутного шитья про текстиль, основной линией которого стала переработка текстиля и творческий подход к новому прочтению старых вещей. Фестиваль объединил 228 мастеров со всей страны и хватило сразу несколько выставочных и общественных пространств. От нашего города в фестивале приняли участие две мастерицы. Одна из них – Наталья Хадаева, которая была приглашена в качестве педагога-наставника с мастер-классом по плетению чечковского коврика. Вот эти коврики – это тоже от вторички. То есть, идут простыни, трикотажные майки. И это все идет в коврике. То есть, плетутся драмки. То есть, я специально как-то к этому фестивалю изучила эту технику. То есть, это техника не вязания, а плетения. Плетение как бы полутканье. Вот. И сейчас вот тоже просят мастер-класс. То есть, для меня это лучше, чем крючком. Проще. А зачем это надо? А каждый человек в своей жизни чем-то занимается. Кто-то поет, кто-то танцует, кто-то вяжет, кто-то рисует. То есть, ну, вот меня вот в эту область. А то, что можно все купить, ну, понятно, люди работают, машины тоже работают. А это, во-первых, внесение тепла какого-то своего душевного. Ну, это, да, это недорого стоит. Это все как бы недорого стоит. Но чисто для души. Для души и людям добро. Вот так. Наталью Хадаеву связывает давняя дружба с Ольгой Пугачевой, заведующей передвижным центром досуга, которая организует различные выставки, знакомя формановцев с творчеством наших земляков. Наши выставки уже давно традиционно проходят в разных районах нашего города. И в Центральном дворце культуры, в особняке Горбунова, в библиотеке, в Котово, в Земляничном, в общем, во всех наших СДК. И мы сотрудничаем с такими талантливыми людьми, которые предоставляют нам свои работы на всеобщее обозрение. Ну, Наталья, она очень часто участвует в наших выставках. И вот хотелось про нее отдельно сказать. Вот эти вот красивые куколки, они другой рукодельницы такой у нас, Людмилы Жуковой. Мы недавно с ней познакомились, но сотрудничаем тоже уже где-то полтора года. Мы ищем таланты и рассказываем о них людям. Пожелание Натальи всего ей хорошего, всего доброго. И чтобы у нас продолжалось наше сотрудничество и дружба. Мы не только сотрудничаем, но и дружим.